Добрый день, это «Особое мнение» на 101.fm в студии Юлия Фанасьева. Напротив меня сегодня Дмитрий Русский, депутат ОЗС 5-го созыва. Дмитрий, добрый день. Добрый день всем слушателям Юлия и 4-го и 5-го, не только 5-го. Да, прости, пожалуйста, 4-го и 5-го созывов. Как ты себя ощущаешь без ОЗС? Тебе не скучно? Нет, мне вообще не скучно. Я себя ощущаю вполне комфортно и очень хорошо. И в данном случае точно не испытываю какую-то душевную несостоятельность. Работы хватает, нагрузка большая и по работе, и по общественной жизни. У тебя осталась какая-то общественная работа? Люди, большинство еще до сих пор не знают, что я уже не депутат. И там по традиции звонят, обращаются. И вот мы вместе пытаемся с ними какие-то всякие проблемы решить. Плюс я являюсь членом попечительского союза детского фонда. Валентина Павловна Иванова, там тоже очень много сейчас работы и проблем очень много. То на самом деле, как бы, живу полноценной жизнью и не испытываю никаких проблем, потому что я сегодня не влияю с депутатом в собрании. Тем более, я осознанно не пошел и я даже не выдвигался. То, в принципе, жизнь продолжается. И она не такая и плохая, или наоборот, мне кажется, даже более комфортная, даже без депутатского мандата и без депутатского значка. Пускай сейчас другие работают. Как лично для тебя этот год начался? Честно говоря, Юль, пока сказать не могу. По крайней мере, я понял, что год начался сильными морозами. Значит, понятно, что очень странно, но все службы и власть оказалась не готова к таким морозам, к такой зиме, которая, в принципе-то, является такой русской зимой. Это просто последние 2-3 года у нас была такая европейская зима, когда было все тепло, и, в общем-то, все хлопали и хихикали, и, в общем-то, разучились вообще как бы работать в режиме там реально русской зимы. Значит, и то, что мы сегодня видим, что и снег не могут убрать, и отопление везде совершенно не составляет. Хотя тут норматив в квартирах города Кира. Ну, по 15 градусов. Да, и по 8 даже есть рекорды. Значит, что муниципальные образования у нас забуксовали в этом отопительном сезоне. Если норматив там топлива составляет примерно 30-40 дней по нормативу, да, то сегодня они топятся все с колес, потому что, в принципе, не была организована та работа, которая необходима для того, чтобы в муниципальных образованиях проходил безболезненный отопительный сезон, и люди не ощущали там падения тепла или отсутствия вообще тепла в некоторых районах. То, в принципе, сегодня мы говорим о том, что 17-й год начался не очень, как бы, радужно. А вот скажи мне, пожалуйста, зима, почему так происходит? У нас каждый год зима начинается неожиданно. Каждый год выпадает неожиданно снег, неожиданно ударяют морозы, и все это происходит неожиданно для коммунальных служб. Почему так? Что нужно сделать, чтобы все делалось своевременно, чтобы своевременно вывозился снег, своевременно готовились системы отопления? Ну вот смотри, буквально вчера кто-то в интернете выложил прекрасный документальный фильм про город Киров 1973 года. Вообще прекрасный, просто позитивный фильм, и там показано буквально где-то 7, 8, 9, 10 января 1973 года, когда куча народу идет по городу, когда все тропинки и все тротуары чистые. Тут же показано, что в период, когда в городе 25-27 градусов люди идут на работу, дети идут в школу, значит, при этом тут же показано, что идет уборка снега с улиц, значит, специальными техническими машинами. Значит, одновременно проходит турнир по конкобежному спорту имени Сергея Мироновича Кирова, который проходил ежегодно. И вот это все идет, и показан фильм, что идет обычная жизнь обычного города. И там 26-27 градусов мороза, и при этом падение снега никак не влияет на жизнь города. Она комфортная, она идет своим чередом. При всем при этом, если мы с тобой посмотрим, 1973 год, это почти 40 лет назад. И при этом техническое состояние техники, которая была там в 1973 году и в 2016-2017, совершенно другая. Но оппоненты могут тебе сказать, что столько машин не было в 1973 году? А мы сейчас говорим не про машины, мы говорим про уборку снега и работу службы и администрации города Кирова. Это тогда еще было горком партии. Значит, я к тому, что, в принципе, смотрите, 40 лет техника вышла на совершенно другой уровень. И, в принципе, почему-то мы так и не научились вовремя убирать город, вывозить мусор при той технической оснащенности, которая произошла за 40 лет. Но тогда, в 1973 году, имея другой технический состав, но имея руки и голову всех людей, которые за это отвечали, совсем справлялись даже в тех технических условиях. Значит, сегодня, оказывается, просто техническое состояние не позволяет с отсутствием головы и рук необходимых людей, которые за это отвечают, даже в современном веке делать уборку и очистку так, чтобы это было так же комфортно и хорошо, как в 1973 году хотя бы. Я считаю, что это чисто проблема кадровая, это проблема людей, которые работают. При всем при этом, еще раз хочу сказать, сегодня технические возможности совершенно другие. Сегодня совершенно новая техника, которая прекрасно работает, которая выполняет совершенно другую работу, совершенно по другим условиям, возможностям и все прочее. Значит, у нас есть проблема с головой и с людьми, которые за это отвечают и в этом работают. Потому что я тебе хочу сказать, что я буквально тут недавно приехал с Лыж, значит, в Европе, то там бывает, что за день выпадает, так валит снег в горах, что буквально за ночь может выпадать там метр снега. И я тебе ответственно говорю, что ровно через сутки этого снега нет. Его убирает, и убирают там такие же машины, такие же люди с такими же руками, как и на территории города Кирова. Вот смотри, когда приехал Игорь Владимирович, приехала новая команда, он очень активно стал ездить сам, стал отправлять своих замов, он был в больницах, в поликлиниках. И вот один из его замов, если я правильно помню, все это был Мищенко, поехал в спецавтохозяйство смотреть, а что там, собственно, машины-то делают, когда они последний раз на уборку выходили, его тогда процитировали все СМИ о том, что, а вон у вас на машинах-то даже снега нет, значит, они никуда не ездили. Было впечатление, что очень активно за это все взялись, но в таком, в несколько ручном режиме. Наступили январские праздники, там губернатор уехал в отпуск, и что, все закончилось с этим? Ну, смотрите, по этому вопросу, ну, конечно, здорово там везде все смотреть, посещать, и это все прекрасно. Я помню, что у нас даже губернатор Никита Юрьевич Белых очень часто организовывал там совместно с работниками администрации города и области различные мероприятия, связанные с уборкой снега или там очисткой парков. Значит, это немножко другая история, это, конечно, все здорово, но при этом это больше такой формат информационный, да, что вот такая... Показать журналистам. Показать журналистам, что, в принципе-то, мы знаем, куда смотреть и куда идти. Но после этого, если все так плохо, и мы видим, что город не убирается, что в городе не происходят никакие действия, то вопрос, а кого уволили или кого наказали? Если никого не уволили, никого наказали, все эти люди также продолжают работать, а судя по тому, как был недоволен господин Мещенко и губернатор ихней работы, то, значит, они также продолжают нехорошо работать, как они до этого и работали. И в данном случае, ну, я к этому очень отношусь спокойно, ведь люди хотят бы в первую очередь получить результат, а не намерение о том, что мы сейчас с этим разберемся, и вот мы все знаем и всех накажем. То вот прошел месяц, там полтора-два, и мы сегодня видим то, что происходит в городе Кирове, что улицы все сузились, особенно второстепенные. Значит, центральные улицы еще кое-как пытаются убирать, везде какие-то груды снега, плюс проблема с мусором, проблема со льдом. И при всем при этом мы же видим это, что это не только в этом году, это было и в том, и позапрошлом, и все прочее. То мы уже на протяжении многих лет, а городская администрация не может организовать процесс обычного вывоза мусора, обычной очистки города от снега, значит, потом от мусора, когда этот снег растает, и так далее. Но это уже системная недоработка. Значит, проблема уже заключается не в том, что там Иван Иванович Пупкин там не выгодно... Плохо руководит. Да, плохо руководит. Это, видимо, изначальная система, которая не может справиться с элементарными вещами, которая, в общем-то, подразумевает основную работу муниципального образования город Киров и городских властей. Я тебе приведу пример старших товарищей, которые мне рассказывали, что когда в советское время горком партии городской, значит, со всеми своими кадрами насчитывал 150 человек, и они отвечали за все, за заводы, за уборку и за все. 150 человек работало. Сегодня фактически мы там понимаем, что основная задача сегодня городской администрации – это содержать город в надлежащей чистоте. Потому что уже заводы частные, торговля частная, магазины уже не принадлежат городу и все прочее. То в данном случае их сегодня работает в городе почти 2000 сотрудников. И вопрос, а они все, чем они занимаются и что они делают? Бумаги пишут. Ну вот, мы бумаги сегодня и пишем целыми днями, и отчеты пишем, и по телевизору показываем. Это ведь сегодня самое простое. Не надо работать, надо просто регулярно, три раза в день в новостях выходить и показывать, как хорошо работает городская или областная власть. Мы, к сожалению, сегодня труд заменили именно информационными поводами. Это немножко разные вещи. То из-за этого сегодня и возникает вопрос, мы сегодня имеем то, что мы имеем. Значит, вот мы сегодня печатаем бумаги, мы пишем отчеты, мы снимаемся в новостях. А в общем-то большинство людей, там в городе Кире, по крайней мере, на 90% недовольны, как убирается город, как он содержится, как он развивается. А он фактически не развивается. Мы сегодня все четко понимаем, что у нас уезжает молодежь, потому что город за 10 лет никаких шансов не дал молодежи тут остаться. Здесь нет ни работы, здесь дорогое жилье, здесь не хватает детских садов, тут не хватает парков и там зон. Но, понимаешь, ведь у каждого города есть свои плюсы. Понятно, что есть большие города, как Москва, Санкт-Петербург, у них свои плюсы, это мегаполисы. Но во всем мире и, в принципе, в советском даже периоде, такие небольшие, как Кировгорода, они тоже брали своими плюсами. Они были комфортные для жизни. Здесь было много зелени, здесь было невысокое строение домов, здесь были комфортные там парки, зелень. Ну, стоимость жизни. Да, стоимость жизни, она была комфортная. В принципе, за те деньги ты получал определенный комфорт спокойного, красивого, зеленого города. Мы ведь сегодня четко понимаем, что мы утеряли вот этот формат. Мы сегодня точно не зеленые. Мы некомфортные. У нас громаднейшие пробки, потому что точечная застройка за 10 лет, которую развил в нашем городе Владимир Владимирович Быков, она привела к тому, что мы имеем сегодня коллапс автомобильный. И с каждым годом это будет все хуже и хуже, потому что еще вот буквально мы сейчас с тобой сидим, вот у нас алая паруса, комплекс, да? Вы представляете, когда эта махина все-таки сдастся, и туда заедут люди, они будут с машинами, и так по всему городу. Дмитрий Михайлович, нам надо сейчас прерваться на небольшой перерыв. Я напомню, что это особое мнение Дмитрия Русских, депутата ОЗС, 4-го и 5-го созывов. Сейчас мы уходим, и очень скоро вернемся. Особое мнение на 101FM. Мы возвращаемся в эфир, напротив меня все так же сидит Дмитрий Русских, депутат ОЗС, 4-го и 5-го созывов. До перерыва мы разговаривали о том, что же произошло с нашим городом за последние 10 лет. С ним ничего хорошего не произошло, Сергей. Ты говоришь, что точечная застройка привела к тому, что в городе случился транспортный коллапс, и в общем и целом человек, который управлял, руководил городом, Владимир Васильевич Быков, не мыслил на перспективу, не мыслил масштабно. Он однозначно не стратег, он однозначно, вообще я считаю, что такое глава города. Это человек, который может дать, как бы, и видеть город на 10-15 лет вперед. С учетом всех современных тенденций. Увеличение транспорта, увеличение численности проживающих людей, увеличение рождаемости. Ну, очень много комплексов, когда человек, занимая такую должность, он должен думать стратегически. Он должен, ну, может кому-то не нравится это слово, он должен быть государственником, он должен мыслить масштабно. И понятно, что и архитектор города должен быть там, допустим, не с города Слободского, а желательно с крупного города, потому что там другое мышление. То если взять практику там советского периода, когда я разговаривал со старшими товарищами, в такие города полмиллиона старались привозить молодых архитекторов из крупных миллионных городов, которые закончили, потому что это другое видение города. К сожалению, мы сегодня получили совершенно узкопрофильного руководителя, который, в общем-то, насузил до уровня своего там восприятия, это, ну, допустим, определенные деревни, там, городского поселения там, да. То в данном случае, конечно, это большая ошибка, что у нас до сих пор нет развития города, у нас нет плана развития, у нас нет никакой стратегии развития. И не только точечная, как бы, застройка повлияла на это. Это вообще комплекс вещей, по которым должен город развиваться. Как строить торговые центры, где их строить, как развивать историческую часть, как строить дороги, чтобы не было пробок, какие разрешить дома высотой строить, допустим, в исторической части, или где-то создать специальный район, где будут только высокие здания. Ну, это же все можно почитать и изучить, если кому-то это интересно. Было бы из тех людей, которые отвечали за город. При этом, как бы, понятно, что приватизация очень негативно сыграла. Мы за даром практически отдали все самое дорогое, и фактически эти деньги не поступили. Ну, как бы, мы их куда-то потратили непонятно зачем, да. И, в общем-то, основная эта стратегия приватизации, которая изначально затрагивала приватизацию муниципального имущества в городе, в основном торговых там, да, для того, чтобы ее продать за максимальные деньги, и на эти максимальные деньги улучшить жизнь города, там, построить новый кинотеатр, построить новый театр, сделать там дороги, развить парки. И эти деньги должны были поступить именно на развитие города. А так как мы продали все задешево, и эти деньги куда-то и проели, по-русски говоря, то мы сегодня, в общем-то, и имущества не имеем, которое приносило нам какой-то в бюджет городской, там, доход, да. И при этом мы никуда не развились. Дим, ты знаешь, в конце прошлого года очень многие эксперты прочили должность главы города Валерию Васильевичу Крепостному. Да, мы должны были все стать в этом году крепостными. Это новая история, да. Нет, подожди, а как ты думаешь, эти слова имеют нечто общее с реальностью? Я думаю, что они имели какую-то реальность, и я думаю, что очень большую, потому что там, что греха таить, это в бизнесе и в политэлите. В декабре очень много это обсуждалось, и вероятность такая, мне кажется, еще до какого-то периода остается. Может быть, у нас в сентябре 2017 года будут выборы в городскую думу. Он может быть и стать главой думы, главой города. То я считаю, что обычно о чем говорит там бизнес и политическая элита, она как бы берет какие-то определенные материалы, которые на самом деле очень достоверны. И мы видели, что как бы в окружении нового губернатора в Рио Васильева, там снова очень близко вокруг него ходят наши так называемые бояре, которые ходили и при Шаклеяне, и при Белых там, и очень дружили, и любили все они друг друга, а потом как-то все быстро у них разошлось. И мы видели, что некоторые вот эти бояре, они снова очень близки с губернатором снова, и вероятность того, что назначение такое должно было быть и может быть, это, ну, как бы я не исключаю. На самом деле, хотя я считаю, что как раз вот эти наши местные бояре, они и так 10-15 лет руководят и городом, и областью. Ну да, вот Николай Гуриков до Нового года говорил, ну, вроде, что греха таить, Валерий Васильевич руководил городом и так уже... Руководит, руководит до сих пор. Руководит. Да, и Владимир Васильевич Быков до сих пор руководит городом, это все знают, и как бы тут ничего такого скрывать, там, в принципе, все те люди, которые поставлены сегодня, это все кадры как раз и Валерия Васильевича, и Владимира Васильевича. Ну вот, а, собственно, Валерий Васильевич, он вот тот самый масштабный человек, который нам нужен? Мне очень сложно оценить его масштаб, я считаю, что вообще люди, которые очень близки к городу по их коммерческим интересам, вообще не имеют права близко даже приближаться к руководящим должностям, потому что, как бы, зависимость города и его бизнеса, они очень близки. При этом я хочу сказать, что про его масштаб очень сложно говорить, но, по крайней мере, можно только сравнить с тем, что при Николае Ивановиче Шаклеевне, он был первым заместителем представителя правительства, и как раз в то время я уже был депутатом ЗАГС Собрания, но я видел некоторые там труды Валерия Васильевича, но меня, честно говоря, вот меня лично это не впечатляет, и я не считаю, что он тот человек, который может сегодня... Ну, сколько воды утекло? Ну, сколько и денег утекло. Вода и деньги у нас текут примерно одинаково. Мы сегодня говорим о том, что за какой-то период времени, ведь даже новый губернатор говорил, что Кировская область находится там в критической экономической ситуации, да, что у нас мы все в госдолгах, что у нас там все встало, денег у нас нет, то в данном случае мы же говорим о том, что итог-то подведен в конце этого года, да, что вся экономика, что все программы, которые были разработаны правительством Кировской области за последние там 10-15 лет, никакого эффекта социального для населения не принесли. Не в плане там новых рабочих мест, не в плане там каких-то социальных выплат, тем более сейчас мы видим, что в 2016 году очень много сократилось социальных выплат для особо нуждающихся людей, и то, что сегодня происходит там рост тарифов на ЖКХ и на проезд, и то, что сегодня не было индексации уже два года пенсионерам, это все говорит, что доходы населения падают, и при этом как бы ничего в лучшую сторону не меняется. Но итог-то не я подвел, я-то давно это понял. И губернаторы, которые сегодня и новая команда пришли, они сразу сказали, что, ух ты, все пусто, денег нет, долги большие, социальных обязательств набрали много. А как ты оцениваешь действия нового губернатора и новой команды вот в этих условиях? Уже ведь можно сделать какие-то выводы, достаточно много времени прошло? Ну, на самом деле времени прошло не очень много. Значит, прошло 3-4 месяца прошло, ну, я считаю, сентября. Ну, в конце 28 июля нам назначили нового губернатора. Это был просто день пиар-специалиста, поэтому я помню. Ты хорошо помнишь, да, но я, честно говоря, не очень не помню. Ну, хорошо, даже возьмем полгода. Ну, хорошо, 5 месяцев прошло, не полгода. Ну, пока какой-то там, ну, как правильно сказать, какого-то большого эффекта и то, что это пришли там очень крутые специалисты, которые разошьют все наши проблемы, я, честно говоря, пока не вижу. Да, ну, вот, может быть, времени мало еще, может быть, что-то еще. Но, по крайней мере, каких-то таких движений, ну, я все-таки еще, Юль, надеюсь, что у нас, надо нам еще подождать хотя бы до весны и понять вообще, куда мы двигаемся и как мы будем. Вот сейчас принят бюджет Нового года, там, да, по нему тоже очень есть много вопросов. Какие у тебя вопросы по бюджету Нового года? Ну, во-первых, я не верю бездефицитный бюджет, потому что такого не было даже в самые хорошие годы. Значит, во-вторых, как бы однозначно будет большая проблема, значит, по социальным выплатам. Значит, я думаю, что мы там будем тут еще подрезаться по многим выплатам. По льготам? Да, по льготам. Значит, второе, при этом не уменьшают льготы по доплатам пенсии чиновникам. У нас это почти 200 миллионов в этом году, в 2017, да. Значит, при этом остались льготы для крупных коммерческих компаний. Там у нас выпадающие доходы, по осени память не изменяются, в 2017 году почти под миллиард. То получается, что все тяжести жизни переложены на обычных людей. Значит, почему-то те люди, которые получают там бешеную доплату пенсии, они не пострадали. Крупные, в основном московские компании, которые получают дивиденды от области за то, что они как бы тут работают и недоплачивают часть налогов, они тоже никак не пострадали. И, в общем-то, для них кризис, не кризис. А вся нагрузка опять ложится на население. При всем при этом, когда губернатор говорит, что у нас очень много выплат и что хорошо жили, ну, наверное, хорошо жили в Кировской области бояре. Население никогда хорошо у нас тут не жило. Мы всегда жили гораздо ниже по уровню жизни и доходов, чем все наши соседи, в большинстве случаев. То население никогда у нас, как говорится, в шоколаде не валялось. Мы всегда были на ступеньку ниже. И те, которые льготы мы выплачивали, которых мы поддерживали население, молодые семьи и инвалидов, и ветеранов, это была вынужденная мера именно тех людей, которые, в общем-то, находятся в тяжелой жизненной ситуации. Сегодня этого ничего нет, но льготы для крупного бизнеса и для бывших чиновников и руководителей госпредприятий и сельхозпредприятий, они также остаются, и как бы на них ничего не влияет. Отсутствие денег не влияет на них. И для меня это на самом деле очень странно и очень печально, что из нового корпуса депутатского никто даже об этом не сказал. Я считаю, что когда мы подходим к сокращению социальных выплат и льгот, мы должны до этого убрать вообще все, что уже больше нам нечего резать. И мы говорим, что вот тут нам есть необходимость, а у нас все с точностью наоборот. Мы сначала с населением, а потом начинаем там смотреть, можно ли бояра или олигархов трогать или нельзя их трогать. Ну, пока видно, что их трогать почему-то нельзя. Видимо, им гораздо тяжелее, чем жителям Кировской области. Вот про бояра и олигархов я тебя спрошу во второй части программы, и сейчас нам нужно прерваться на небольшую рекламу. Я напомню, это особое мнение Дмитрия Русских, депутата ОЗС 4-5-го созывов. Сейчас мы буквально на пару минут уходим и очень скоро вернемся. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, это особое мнение Дмитрия Русских, депутата ОЗС 4-5-го созывов. Давай про бояр. Про бояра, да. И олигархов. Бояр и олигархов, которые нам жить все мешают. Я считаю, что как раз, если вернуться к этому вопросу, я считаю, что вообще в России, и в том числе и в Кировской области, как раз вот этот слой олигархов и, как я их называю, бояр, они очень сильно тормозят развитие вообще и страны, и территории, потому что никогда нельзя пускать вот этих людей близко к власти, тем более они сегодня у нас и владеют различными медиагруппами, они владеют и газетами, и журналами, и участвуют очень активно, и проводят своих депутатов во всякие органы власти, и фактически там руководят. Ведь одна из самых больших ошибок Никиты Юрьевича Белых, это была в том, что он так и, став губернатором, так и не смог взять под государственный контроль город Киров. Он так и не смог его перевернуть и забрать его от олигархов и бояр именно в управление, в интересах кировчан. И я вижу сегодня снова похожую историю, потому что только то, что ты сейчас меня спросила по поводу прихода Валерия Васильевича Крепостного, главой администрации города или главой города, это как раз продолжение этой истории. Вот, Дима, если возвращаться к тому, почему Белых не смог взять под контроль город, к определенному моменту, видимо, они же договорились о чем-то с Валерием Васильевичем, потому что они открывали вместе много культурных, много культурных проектов, которые делает Валерий Васильевич. А почему раньше это не получилось? А раньше это когда? Вообще, приход у нас такого олигархического клана произошел в 2003 году, когда пришел к власти Николая Ивановна Шаплея. Ну, а Никита Юрьевич начали в 2008. В 2008, да. Он вступил в должность в 2009 году, и ему было проще с ними договориться, чем с ними, допустим, воевать на тот момент. Но мы же помним историю, когда в 2013 году эти же бояре восстали против губернатора. С импичментом? Мы реально собрали практически столько подписей для того, чтобы хватило провести внеочередное заседание законодательного собрания и выразить к уровню недоверия к губернатору. Это же тоже было. После чего там была какая-то пауза, такая рекламная, да, здесь почти год. А потом снова пошла любовь. Потому что в данном случае... Ну, то есть договорились все-таки? Ну, я не присутствовал при их договоренности, но они периодически, судя по тому, как я был в 4-м и 5-м созыве депутатом и видел, как голосовали депутаты и как проводили некоторые законы правительства Кировской области, я всегда говорил, что там идет торговля. Мы проголосуем за это, вы нам отдадите это. Если мы не проголосуем за это, вы не получите это. То, конечно, это не договоренности ради интереса экономики Кировской области или кировчан. Это обычная торговля двух коммерческих субъектов. Одна организация, там, олигархическая, и там, Никита Юрьевич, который там представлял, они о чем-то договаривались. Они что-то делили, они что-то там проталкивали и пытались на этой фоне там договориться, потому что у них была общая задача одна. Они все были заинтересованы в выборных кампаниях и чтобы Единая Россия в них побеждал. А сейчас такая же ситуация? Ну, а что поменялось-то? У нас что, в стране там выборы стали более другие или у нас там стало без разницы, кто приходит в власти. Там, допустим, человек от Единой России или от КПРФ или от справедливой. Нет, вообще АЗС сейчас что-то решает, вот по моим сугубо личным ощущениям, что Игорь Владимирович ни с кем не торгуется. Он говорит, будет так, значит, будет так. А вот как раз после того, как Никита Юрьевич устал торговаться, ведь, смотрите, сегодняшний АЗС, это не Васильевская работа. Вот всех кандидатов и всю структуру и всю выборную кампанию готовил бывший губернатор Белых с его замом Весниным. В данном случае тот результат, который сегодня получен, это как раз и было желание Никиты Юрьевича Белых сделать именно то АЗС, с которым не надо договариваться. Минимум оппозиции, максимум своих понятных депутатов и, в общем-то, чтобы было легче работать. На самом деле сегодня он уже ничего, этот АЗС реально не решает, потому что там есть большинство, и оно там четко зафиксировано. При всем при этом мы знаем, что исполняющий обязанности губернатора, он там никогда не скрывает, что он член партии, и очень активный член партии «Единая Россия». То, в принципе, там диагональ-то она выстроена. В принципе, я тебе хочу сказать, что уже и тот созыв пятый практически уже ничего не решал. Единственное, что при существовании какой-то части оппозиции и говорящих депутатов от оппозиции, да, была какая-то развернута дискуссия, и она как бы попадала там на экраны, в газеты, и люди знали, что на самом деле какая-то дискуссия идет. Разница мнений, разница взглядов. Сегодня этой дискуссии не стало вообще. При всем при этом, что мы с тобой пришли к мнению, что уже и пятый созыв ничего не решал, потому что решало большинство. А сейчас такое большинство «Единой России», которое возглавляет там господин Быков, да, то, в принципе, там вообще все быстро проходит. Я всегда говорил, в чем будет разница пятого и шестого созыва. Я говорю, что если председателем ЗАГС Собрания будет Владимир Васильевич Быков, то ЗАГС Собрания превратится в Городскую Думу. Она проходит за полтора часа. Сейчас уже были пленарные заседания, которые начинались с 10 в АЗС и заканчивались с 12. Все, махом. Без обсуждений, в срочном порядке и все прочее. В общем-то, это, когда, еще помню, председатель Государственной Думы Грызлов говорил, что Дума – это не место для дискуссий, то в данном случае мы сегодня там точно понимаем, что сегодня это не место для дискуссий, и все дискуссии там закончены. Все очень быстро, понятно, внятно, и, в общем-то, что болтать? Ну, то есть все решения принимаются в одном кабинете, а у ЗАГС Собрания? Принимают все решения, один человек сейчас на территории – это губернатор. А может, это правильно? Может быть, это и правильно, мы с тобой увидим. Для нас ведь без разницы, как это все происходит. Для нас нужны факты о том, что… Ну, результат. Результат, конечно, да. Что улицы прибраны, что зарплаты растут, пенсии индексируются, льготы выплачиваются именно тем. Развивается массовый детский спорт, культура развивается. Ну, вот, мне без разницы, где будут приниматься решения и кем. Я хочу, чтобы там жители Кировской области, и я лично, и кировчане, и область развивались социально-экономически, чтобы наша молодежь не уезжала в соседние территории, потому что здесь нечем заняться и здесь нечего делать. Потому что такое ощущение, что последние годы у нас город и там область стали там именно комфортным местом для проживания детей и чиновников. Хотя, по большому счёту, у них тоже, кто повыше, они все их отправляют за территорию Кировской области. Это не секрет. У кого-то в Лондоне, там, у кого-то в Москве, в Питере и всё прочее. Ну, про детей я бы, конечно, тоже поспорила, как молодая мама. Ну, ладно, хорошо. Про детей в каком плане? Детские сады, места для прогулок. Их нет. Их нет? Сегодня президент сказал, что нам нужна демография. Нужно создать условия. Условия в Кировской области и в городе Кирове в первую очередь не созданы. Потому что парков нет, детских развлечений нет, никаких мест культурных нет, детских садов не хватает. То, что Владимир Васильевич хвалится, что он построил там 4 детских сада, сада за весь период, ну, давайте честно говорить, это была федеральная программа и 80% денег это федеральные деньги. Да? При этом я хочу сказать, что когда мы эти свою... Я была в этих детских садах, кстати, там 25 детей в группе, и у воспитателя при виде новых пришедших родителей начинает подергиваться глаз. Юль, а я тебе скажу еще одну вещь, которую никто никогда не говорит. У нас каждый год по техническим состояниям, так как у нас старые садики, из 60, у нас 60 детских садов где-то примерно в городе Кирове, да, примерно 10% выходят из системы того, что они непригодны для того, чтобы принимать там детей. По пожарной части, по техническим возможностям. Просто они старые, потому что основные постройки 60-х годов. То, в принципе, мы каждый год теряем примерно 10%. Вот он говорит, что он построил за 5 лет 4 садика, но каждый год из-за того, что мы не вкладываем в ремонт детских садов, даже которые существующие в полном объеме, мы теряем 6 садиков. Вот 5 лет 30 садов фактически непригодны. И приходится родителям самим все ремонтировать, самим там смотреть, чтобы крыша не упала, и чтобы веранда не рухнула. И таких примеров очень много. Ну, я вот частично к этому отношусь с пониманием, да, частично. То есть я же делаю для своего ребенка, правда. Но я тебя еще хотела не об этом спросить. Слушай, ну вот смотри, я тоже отношусь к этому с пониманием, если мы начали говорить. Но мы можем дополнительно купить какие-то развивающиеся игрушки в детский садик, потому что мы считаем, что вот там не хватает, да. Но мы с тобой не должны ремонтировать кухню, мы не должны с тобой ремонтировать спальню, покупать. Понимаешь, тогда для чего мы оплатим налоги, и для чего тогда вообще существует городская власть, если она не может обеспечить нам с тобой, как бы за наши же деньги, именно комфортное и безопасное провождение детей в наших садах. Мы можем что-то докупить, не проблема. Мы можем даже с тобой там купить велосипед на детский сад, или там развивающуюся игру. Но это все должно быть дополнительно. Но если у меня нет такой возможности, к примеру, из-за того, что я не могу себе это позволить, как 80% наших молодых семей, да, потому что они все в кредитах и в ипотеках, и работы нет, то с меня никто не должен это требовать. И при этом я не должен бояться, что упадет завтра стена, или провалится крыша, или моему ребенку что-то угрожает. Ну, как бы, понимаешь, мы должны четко понимать, что есть какие-то обязательства государства. Не скидывая и наши какие-то обязательства. Вот и вся история. Вот про команду Родины я тебе еще хотела спросить. Две минуты у нас осталось. В конце прошлого года Игорь Владимирович собрал достаточно крупных предпринимателей. 19 самых крупных. Можно сказать, потребовал с них по полмиллиона. Потребовал, попросил. Попросил так, что никто не смог отказать. Да, да, да. По полмиллиона на содержание команды Родины. Вот это нормально? Знаешь как, в моем понимании ненормально. По одной простой причине. А почему никто не собирает у нас 19 этих человек, самых богатых в Кировской области, и не говорит, что, ребята, давайте поможем детско-юношескому спорту, который находится сегодня в тяжелейшей ситуации. Потому что бюджет с каждым годом сокращается, и сегодня у нас ребята, которые занимаются в секциях, не могут позволить себе поехать на соревнования. Они не могут поехать на какие-то турниры. Мы не можем по-нормальному организовать какие-то соревнования. При этом на родителей снова ложится все обмундирование. Сейчас платные секции. У нас такая же проблема в дошкольном образовании. У нас такая же проблема в культуре. Почему мы не хотим понять, что у нас есть гораздо более масштабные, и глобальные, и более нужные вещи, на которых также надо собирать предпринимательскую среду, если сегодня бюджет, к сожалению, не может это обеспечить, как и история с детскими садами. То на самом деле я не понимаю, почему такое большое внимание команде Родины. Хотя я уверен, что по той схеме, которая была предложена в конце года, она у нас уже была запущена, по-моему, еще при Белых, в 2009 или 2008 году. И она не сработала. Я уверен, что без генерального спонсора команда Родина эти все моменты, они не стратегические. Тем более я знаю, что половина помогла, половина не помогла. Но в следующий месяц уже и другая половина не будет все давать, потому что не каждое сегодня предприятие по социально-экономическому развитию и по экономике могут себе позволить ежемесячно платить миллион рублей. Но не каждое. То вроде бы как бы есть проблема по Родине, но, мне кажется, ее надо решать по-другому. И, по крайней мере, если мы хотим ее решить, то ее надо решать другим путем. А другим путем каким? Поиском спонсора? Я думаю, что это должен быть генеральный спонсор, это раз. Во-вторых, должна быть прозрачность вообще всего бюджета, в первую очередь зарплат. Потому что сегодня там реально, чтобы команде существовать, надо минимум 60 миллионов рублей. Это, насколько я знаю, там Федерация хоккея с мячиком как бы определила. А вообще реально то, что сегодня посчитано, примерно сегодня команда Родина должна обходиться примерно 100-120 миллионов рублей для того, чтобы проводить все сборы, все поездки и все соревнования. Сумма для бюджета неподъемная. Значит, единственное, я считаю, что надо искать какого-то генерального спонсора, наверное, из состава тех предприятий, которым мы даем большие льготы, которые недоплачивают бюджет Кировской области почти миллиард. Я считаю, что это более разумный путь. При всем при этом, я еще раз хочу сказать, что при этом не должен страдать детский и юношеский спорт. И, в первую очередь, даже той же команды Родины. Потому что в данном случае все равно идет перекрестное какое-то заимствование денежных средств из детской и юношеской спортивной школы. Зарплаты сегодня тоже вызывают очень большое сомнение, как могут там игроки получать почти под миллион рублей в месяц. А ты знаешь, что игроки команды Родины получают от миллиона рублей? Ну, по той информации, которую я имею, что есть игроки, которые получают от 500 до миллиона в месяц. Такие есть игроки. И, насколько это правда, я там не могу сказать, потому что я не видел бюджет там области, но слухи такие ходят, и люди, говорят, вполне компетентные, которые этим занимаются. То тут вопросов, на самом деле, очень много. И команде Родины надо подходить там со всей ответственностью, со всеми расчетами, как это положено делать, потому что вопрос серьезный. Но при этом, еще раз хочу сказать, что в детском и юношеском спорте у нас гораздо больше проблем, что у нас на самом деле есть проблемы в этих направлениях, и бюджет с каждым годом сокращается по физической культуре и спорту. И сегодня вы спросите любого тренера, и он расскажет очень страшную историю, когда ребята просто не могут поехать, им говорят, что нет денег на соревнования, на различные турниры, даже для того, чтобы провести какой-то местный турнир, и то нужны деньги, и этих денег никогда нет. То вся нагрузка вложится на малый и средний бизнес, на спонсор, и на родителей в первую очередь. Дмитрий Михайлович, у нас, к сожалению, закончилось время. Я напомню, что это было особое мнение Дмитрия Русских, депутата ЛЗС 4-5 созывов. Я благодарю тебя за эфир. Спасибо. Я вам тоже благодарен, что вы меня не забываете, приглашаете с удовольствием. Всего вам доброго, да? И до свидания. Да, и всем. Спасибо большое.